В конце мая у нас в условиях Зернограда, Зерноградского района выпало более 140 мм осадков. И в основном в течение третьей декады, то есть после 20 чисел мая. В условиях 25 мая за один час у нас в условиях нашего хозяйства выпало более 50 мм осадков. Такие условия привели к полиганию на значительных площадях, прежде всего ранеспелых сортов, которые уже находились в Азии, цветения, налива зерна. Мы наблюдали развитие болезней, различного рода болезней. Это и желтая ржавчина, желтая пятнисность, перинафороз, септориоз. В дальнейшем это и фузариоз, и септориоз колоса. И если анализировать на сегодняшний день урожайность по этим районам, то мы видим, по сравнению с прошлым годом, урожайность все-таки просела. Как в Зерноградском районе, так и такая тенденция. В Кагарницком районе и в Егорылском районе такая тенденция сохранилась. Если говорить о сортах, то низкая урожайность в этом году получена по ранеспелым сортам. И все-таки по сортам других групп спелости, которые были восприимчивы к болезням. Выделялись сорта среднеранней группы традиционно и среднеранняя среднеспелая группа в этом году оказалась более урожайной. Если говорить по нашим результатам зерноградской селекции, то на 2023 год у нас в реестре 63 сорта зимой пшеницы. Это 43 сорта мягкой пшеницы и 20 сортов зимой твердой пшеницы. Культура зимой твердой пшеницы в последнее время имеет спрос, интерес к ней возрождается. То есть культура такая интересная, поэтому тоже стоит обращать на нее внимание. За последние 5 лет у нас включено в государственный реестр 14 сортов зимой мягкой пшеницы. И такие сорта, как Шеф, Вольница, Юбилей Дона, Подарок Крыму и Рубин Дона по качеству занесены в списки ценных пшениц. То есть это лучшие по качеству сорта. Остальные сорта, которые внесены в реестр, как правило, это ценная пшеница, но также формирующая достаточно хорошее качество зерна. Также 5 сортов твердой пшеницы включено в реестр. В 2022 году 2 сорта, 1 из лакомка, допущенные для использования в производстве. За последние 3 года мы передали на государственное испытание сразу 16 сортов зимой мягкой пшеницы. Мы сотрудничаем активно с различными учреждениями нашей страны. Передавали мы совместно сорта с Институтом сельского хозяйства Крыма. И сорта, такие уже как Раздолье и Подарок Крыму с 2023 года, допущены для использования в производстве. Другие сорта, Северянка и Вертикальная интеграция, на сегодняшний день проходят государственное испытание. Также 5 сортов озимой твердой пшеницы передано на испытания. Последние годы у нас ведется активная работа по расширению сортового состава различных групп спелости. Разброс наших сортов от раннеспелой группы, где к станичной добавились новые сорта, такие как Аксинь, Этюд, Жаворный Подарок Крыму. Классические среднеранние сорта на уровне сорта Ермак. У нас целый ряд таких сортов. Появилась у нас среднеспелая группа, которая на 3-5 дней выкалашивается и зазревает. Это позднее сортов Ермак и Дон-107. Сорт Полина уже допущен в реестр с 2021 года по нашему северокавказскому региону. И также у нас появились новинки сорта среднепоздней группы, которые выкалашиваются и созревают на 6-7 дней позже стандартных сортов. Два сорта включены уже в реестр, это амбары, раздолье. Сорт Акрос передан на государственные испытания в прошлом году. Ну и отмечу еще, что использование сортов различных групп спелости позволяет в хозяйствах все-таки снизить напряженность в период уборочных работ, снизить нагрузку на технику. То есть сорта необходимо использовать в различных групп спелости. По уровню плодородия мы можем рекомендовать сорта как для низкого, среднего, так и для высокого плодородия у нас есть целый ряд сортов. Если говорить о результатах текущего года, на участке селекционных достижений Днядонского поля, который у нас проходил в этом году в Зинограде и традиционно проходит, средняя урожайность по нашим сортам мягкой пшеницы составила порядка 5,5 тонн гектара. Но отмечу, что все-таки предшественник, который там был, это озимый ячмень, не очень благоприятный, скажем так, для озимой пшеницы. Но тем не менее урожайность более 5,5 тонн, при средней урожайности в Зиноградском районе пшеницы порядка 4,5 тонн. Наши сорта, ну и прежде всего здесь мы видим, выделялись среднеранние сорта, среднеспелые сорта, как я уже сказал, красодона максимальная урожайность, новые сорта Василич Донец среднеранней группы высокую урожайность показали. Ну а сорта раннеспелой группы, жаворонок, подарок Крыму незначительно, но все-таки снизили свою урожайность относительно других сортов. В условиях ремонтницкого района достаточно высокая также урожайность по нашим сортам была получена. В среднем по сортам более 6 тонн с гектара. И здесь также тенденция сохранилась, раннеспелые сорта немного просели по урожайности, хотя необходимо отметить, что с 2018 года на протяжении 5 лет раннеспелый наш новый сорт жаворонок ежегодно показывал максимальную урожайность, был лидером по урожайности, то в условиях текущего года на первый план здесь вышли сорта среднеранней группы и среднеспелой группы. Такие сорта, как шеф, новые сорта Донец матрица, районированный сорт Донская степь универсального типа, ну и ряд других сортов, которые показаны на слайде. В условиях обливского района хозяйства обливская сельхозхимия, также достаточно хорошие результаты показаны, наши сорта показали. Мы видим средняя урожайность более 6 тонн с гектара, здесь выделили сорта новые Разгуляй, Васильевич и Донец также. При этом обратите внимание на качество зерна, то есть содержание белка более 13,5%, по некоторым сортам 15% и более, содержание клейковины также не ниже 26%, ну мы видим это в принципе третий и основная масса сортов это второй класс качества. Также обратите внимание сорта твердой пшеницы, хризалит и диноз. Также достаточно высокую урожайность показали в текущем году, более 5,5 тонн с гектара, то есть они хорошо перезимовали и урожайность достаточно неплохая в этом году была. Ну и более северный район, Чертковский район, мы видим урожайность. По предшественнику здесь подсолнечник, посев производился 9 октября, то есть поздний посев для этой зоны все-таки по предшественнику подсолнечник. Ну и также обратите внимание, наши сорта сформировали порядка 4,5 тонн с гектаров и выше максимальная урожайность Рубиндона, Донская степь, Шеф. Ну и также мы видим, что сорта ранеспелой группы, подарок Крыму-Жаворонок, мы видим снижение урожайности. Ну и останавливаюсь кратко на новинках наших, которые районированы с 2021 по 2023 год. Первый сорт интенсивного типа Юбилей Дона, он в реестре с 2021 года, по нашему северо-кавказскому, по Нижневовскому региону. Сорт высокопродуктивный, устойчивый к полиганию, с высоким потенциалом зерновой продуктивности, и главное достоинство данного сорта, это, конечно, его качество. Это сорт занесен в списки сильных пшениц. Следующий сорт универсального типа Полина с 2021 года в реестре, по нашему северо-кавказскому региону. Здесь в качестве материнской формы использовался сорт Ермак. Сорт показывает высокую урожайность по различным предшественникам, но максимально реализуется потенциал урожайности по лучшим предшественникам. Так мы видим, максимально реализованную урожайность в условиях прошлого года по пару порядка 12 тонн с гектара, по гороху 9,5 тонн с гектара. Ну и по другим более жестким предшественникам также сорт неплохо себя показывает, формирует качество на уровне ценных пшениц. С 2022 года у нас районирован, и это первый наш сорт зерноградской селекции средне-поздней группы, сорт Амбар. Сорт районирован по нашему северо-кавказскому и центрально-черноземному региону. У нас давно сорта не районировались по центрально-черноземному региону. В последние годы эта тенденция изменилась. Первый сорт Амбар районирован. Сорт с высочайшим потенциалом зерновой продуктивности, как по лучшим предшественникам, так и видим по кукурузе. На зерно сорт формировал урожайность порядка 11 тонн с гектара. Формирует неплохое качество зерна, высокий потенциал продуктивности. Сорт в составе глиадинов содержит ржаную транслокацию, что благоприятно влияет на продуктивность. Также с 2022 года у нас в реестре по нашему региону классический зерноградский средне-ранний сорт Зодиак. Сорт по качеству, это ценная пшеница, формирует его главное достоинство, это стабильно высокое качество зерна по годам. Ну и неплохое урожайность, крупное зерно, устойчивость к основным болезням, масса тысячи зерен, как правило, выше 45 грамм и более. Ну и две новинки, которые районированы по нашему северокавказскому региону с 2023 года. Первый сорт – это высокопродуктивный крупнозерный сорт Премьера. Также он в составе глиадинов содержит рожаную транслокацию, которая благоприятно влияет на урожайность. По качеству зерносорт занесен в списке ценных пшениц. Последние два года данный сорт формирует максимальную урожайность у нас по пшенице, по кукурузе на зерно. Также по пару хорошую урожайность. Ну мы видим реализованную урожайность по пару. 12 тонн с гектара по кукурузе, практически 11. Горох по зимой пшенице более 9 тонн с гектара. Сорт крупнозерный. В условиях прошлого года сорт формировал на питомниках размножения массу 1000 зерен более 54 грамм. Ну и с 2023 года, как я уже сказал, реагирован сорт средне-поздней раздоли, который мы передавали совместно с Институтом сельского хозяйства Крыма. На сегодняшний день данный сорт – сорт с максимально реализованной потенциальной урожайностью. В условиях 2022 года сорт сформировал урожайность по пару 13,78 тонн с гектара. В питомниках размножения в прошлом году урожайность у нас получена была при пониженных нормах высева порядка 9,5 тонн с гектара. Ну и в текущем году также сорт неплохо себя показал, как по парам, так и по другим предшественникам. Сорт хорошо кустится, формирует плотности блестой, короткостебельный, устойчивый по ляганию и также по качеству зерна. Сорт занесен в списке ценных пшениц. Ну и в завершении несколько слов хотел бы сказать о культуре зимой твердой пшеницы. Все-таки культура в последнее время имеет спрос, интерес к данной культуре возрождается. Данная культура обладает высоким потенциалом зерновой продуктивности, устойчивостью к биобиотическим стресс-факторам. То есть культура обладает достаточной морозозимостойкостью для возделывания в условиях северо-кавказского региона. Сорта наши, как и культура, устойчивы к биобиотическим стресс-факторам. В условиях жаростойкости и засухоустойчивости по данной культуре, как правило, выше и превосходит озимую мягкую пшеницу. И в такие годы, в годы проявления данного стресс-фактора, такие как 2018 год, 2022 год, наши сорта в производстве твердой пшеницы превосходили по урожайности озимую мягкую пшеницу. В условиях прошлого года сорта твердой пшеницы у нас в производстве формировали урожайность до 9 тонн с гектара. В условиях Зерноградского района. В производстве. В производстве, да. Ну и два сорта у нас. Две новинки у нас 2022 года в реестре. Первый сорт – это лакомка. И сорт, чем этот интересен? Это первый сорт озимой твердой пшеницы в России, который был включен сразу по трем регионам нашей страны. Северокавказский, Нижневолгский и Центрально-Черноземный. И в этот год вместе с сортом лакомка, и также Краснодарский сорт, Сеньора, также был внесен по трем регионам. То есть сорт очень адаптивный, с высокой продуктивностью, и при этом отличное качество зерна. Обратите внимание на данный сорт. При этом в производстве мы уже его высеваем, и сельхозтоваропроизводители могут приобретать семена данного сорта. И следующий сорт твердой пшеницы – Динос. Также он в реестре с 2022 года по нашему Северокавказскому и Нижневолгскому региону. Сорт с максимально реализованной продуктивностью по сортам твердой пшеницы. Потенциал зерновой продуктивности более 12,5 тонн за гектаров. Реализованная урожайность средняя за 5 лет в наших конкурсных испытаниях – порядка 9 тонн за гектарой. На питомниках размножения сорт формирует очень высокую урожайность. Также сорт уже высевается в производстве, и возможно данные сорта наши приобретать. Ну, кратко по нашей селекции зерноградского района. Спасибо. Михаил Павлович, ну, конечно, есть много вопросов. Вот Вы сказали, что 40 сортов было районировано. Мягкая зима пшеница. А из них в семеноводстве сколько находится, и может быть, какие из наиболее популярных сорта, которые у нас используются в Ростовской области? Ну, в Ростовской области большинство наших сортов, которые находятся в семеноводстве, используются. Самыми популярными до сегодняшний день, как было раньше, это сорта, которые районированы более 20 лет назад, это Станичная и Ермак. Ну, и новые сорта на сегодняшний день, которые районированы в последние годы. Это Красадона, очень хорошо пользуется спросом, как в Ростовской области, так и за пределами. В Волгоградской области также хорошо высевается. Сорт Донская степь с 2020 года районирована, также хорошо себя показывает. Наши новые сорта уже набирают популярность. Это амбары, раздолье. Также премьера, я думаю, сорт, который в последнее время, в последние годы себя хорошо показывает по урожайности, я думаю, также будет набирать популярность. То есть у нас достаточно много новинок, которые районированы в последние годы. Тот же Юбилей Дона отличное качество показывает. Сорт и урожайность. Сорт Вольный Дон с 2020 года в реестре, который мы рекомендуем, это лучший сорт для жестких предшественников. Кукуруза на зерно, подсолнечник стабильно показывает высокие урожайности и прибавки. Сорт Ранеспелый Жаворна, который мы передавали на смену, сорт Останичная. Также он выкалашивается и созревает раньше классических среднеранних сортов на 3-5 дней. Но сорт более урожайный, более стабильный по качеству зерна. По нашим данным. Поэтому мы также на него возлагаем надежды. Поэтому сортов у нас много. Сорта разноплановые, различных групп спелости. Для различных условий можно будет подобрать к определенным предшественникам наши сорта. А в каких зонах Ростовской области больше севят ваших сортов? Ну, как правило, наши сорта высеваются в большей степени. Это восточные районы. Восточные, более северные районы. Ремонтницкий район, Заветницкий район, Зимовниковский район. Там как бы максимальные площади мы занимаем. Также в условиях Волгоградской области там наши площади доходят до 70% от всей зимы пшеницы. Ну, и так, в принципе, по различным зонам наши сорта используются. В Волгоградской области 70% посевов от зимы мягкой пшеницы. До 70%, да. Ну, конечно, осадки, они влияют на качество. Это потеря стекловидности, конечно, это главный такой показатель для твердой пшеницы. И на тех участках, где, конечно, до этих осадков не успели убрать вовремя, то, конечно, качество проседает. Ну, в принципе, урожайность на уровне мягкой пшеницы была получена по зимой твердой пшенице. А 20 твердых сортов зимой пшеницы? В реестре, да. Наверное, больше ни у кого нет из селекционных школ такого показателя. Ну, по твердой, да. Половина от того, что у вас есть мягкая пшеница, да? Да, твердой мы очень активно занимаемся. Наша твердая пшеница – одна из лучших, я так думаю. Наша селекционера, ведущая селекционера, Нина Егоровна Самохвалова занималась этой культурой более 50 лет и достигла достаточно высоких результатов. После 50 лет только начинаются первые прорывы, а потом… А до 50 лет не все хотят дорабатывать. А реал вот по твердой зимой, использование ваших сортов, он другой? Это уже будет не Волгоградская область, допустим, а… В Ростовской области высевается наша твердая пшеница. В Волгоградской области также очень хорошо и спрос есть. Сейчас все-таки зимы стали более мягкие, и все-таки по данной культуре, если получить хорошие всходы и раскустившиеся посевы с осени, то, в принципе, проблем с перезимовкой нет, и в условиях Волгоградской области твердая пшеница наша также востребована. В Савропольском крае высевается, в более северных районах, в Саратовской области и в Центральной России сейчас также интерес есть. Поэтому и последние годы тенденция к увеличению все-таки интереса и спроса на данную культуру. Редактор субтитров А.Семкин